В интернете висит такая реклама. И это глагол, который требует после себя партитива. Соответственно, и новый, и выгодный, и телефон у нас пойдет в партитив. Новый. У-та. Выгодный. Слово на нэн. Как у него образуется партитив? Мы убираем нэн и добавляем ста. Эду листо. Эду листо. Телефон у нас с вами уже был. Это пухелин. Но более современное слово смартфон это элю пухелин. Элю пухелин. Слово элю означает мозг. Вообще, когда вы учите какое-то слово, я вам рекомендую учить его вместе с однокоренными словами. Просто гуглите, смотрите в словарях, потому что сразу можно запомнить. И элю, еще прилагательное элюкас, умный, да, умный, сообразительный. В общем, все это от слова мозг, от слова ум. И в данном случае элю пухелин, но нам еще нужен партитив, поэтому будет та. И все это вопрос. Следующее слово или даже фраза не за что. Не за что. Эй кеста. В сегодняшней части будет несколько таких разговорных выражений. Эй кеста. Когда мы можем это услышать? Как правило, в ответ на спасибо. Поэтому давайте так и запишем. У нас будет начинаться диалог. Скитос. И в ответе будет эй кеста. Все, не хочу на это больше тратить время. Китос. Эй кеста. Спасибо. Не за что. Еще одно выражение. Ничего страшного. Или это ничего. Эй сэмитан. Такой ответ мы обычно можем услышать на «извините». То есть вы говорите «извините», «Антеэкси», «Антеэкси», «Антеэкси» и в ответ можно услышать «Эй сэмитан». «Антеэкси». «Антеэкси» и в ответ можно услышать на «Эй сэмитан». Следующее слово. Вчера. Эйлен. Эйлен. Давайте спросим. Где ты вчера был? Где? Месса. Ты. Сина. Был. Олит. Прошедшее время у нас показывает буковка «И». Месса сина. Олит. Вчера. Эйлен. Месса сина. Олит. Эйлен. Где ты вчера был? Следующее слово. Заблудился. Или заблудившийся. Эксюнют. Эксюнют. Встречается у нас это слово в «Сомен мэстере один». Давайте переведем. У меня проблема. Я заблудился. У меня проблема. Минулла он. Онгелма. Я заблудился. Олит. Эксюнют. Это у нас Алекс, по-моему, заблудился, когда он едет в гости к Педро и Ханне на новоселье. Минулла он. Онгелма. Олит. Эксюнют. На самом деле это перфект, но на уровне А1 его еще не знают, поэтому просто выдает это слово эксюнют. Заблудившийся, как причастие. Следующее слово. Электроника. Электроника. То есть, почти как по-русски, немножко отличается написание. Электроника. Две «и» и две «ко». Давайте скажем. Алекс работает в фирме электроники в ЭСПО. Алекс работает. Алекс работает. Он тейся. Фирма электроники. Фирма электроники – это будет электроника фирма. Электроника. Электроника. Фирма. И раз «в» в фирме электроники, значит нам нужно окончание «са». Электроника фирма «са». И в ЭСПО. Эспо «са». Алекс он тейся. Электроника фирма «са». Эспо «са». Следующее слово. А август. Название месяца. Август. Элоку. Давайте переведем такое предложение. Американские туристы приедут в Финляндию в августе. Американские туристы. Америкалайские туристы приедут в Финляндию, Суле и в августе, элокуруса. Но также не могу вам не дать двух очень полезных выражений про день рождения, потому что у меня день рождения в августе, это очень любимый мною месяц. Давайте скажем, я родилась в августе. Я родилась, это будет Олен Сюнтенет. Олен Сюнтенет. В принципе, это та же самая схема, что Олен Эксюнет. Я есть рождённая в августе. Олен Сюнтенет элокууса. Вы можете подставлять свой месяц и точно так же сказать, я родилась в январе, я родилась в декабре и так далее. Не забудьте про окончание ССА у месяца. Олен Сюнтенет элокууса. Можно сказать по-другому. Мой день рождения в августе. Тогда мы скажем МИНУН СЮНТЮМА ПАЙВА. СЮНТЮМА ПАЙВА. Это мой день рождения. Обязательно нужен глагол ОН. И опять в августе. Элокууса. МИНУН СЮНТЮМА ПАЙВА. ОН Элокууса. Ну, я думаю, достаточно примеров. Все запомнили месяц август. Следующее слово. НА ПЕНСИИ. Так у нас дано в словаре. К СОММЕСТРИ1. НА ПЕНСИИ. НА ПЕНСИИ будет ЭЛАКЕЛЛА. ЭЛАКЕЛЛА. Давайте сначала разберемся вообще, откуда что пришло. Слово ПЕНСИЯ – это ЭЛАКЕ. ЭЛАКЕ. Слово на Э, поэтому прежде чем добавить какой-то падеж, у нас в основе придет вторая Э. И произойдет обратное чередование. Отсюда появилась еще вторая КО. То есть основа ЭЛАКЕ. Что это? Глагол ЖИТЬ – это ЭЛАКЕЛЬ. Давайте я вам тоже запишу. Повторюсь. Я призываю вас учить не просто одно слово, а вместе с целым рядом однокоренных слов. Они у вас будут легче так ложиться на ум, на память. Потом их будет легче использовать. Итак, слово ЭЛА – это глагол ЖИТЬ. Есть еще слово ЭЛАМА. ЖИЗНЬ. Существительная жизнь. ЭЛАМА. А ЭЛАКЕ – это, соответственно, то, на что можно жить. То есть ПЕНСИЯ. ЭЛАКЕЛЛА. На ПЕНСИИ. Ну и давайте скажем очень простое предложение. Допустим, МОЯ МАМА на ПЕНСИИ. МИНОН АЙТИ. Глагол ОН. МИНОН АЙТИ – ОН. И на ПЕНСИИ ЭЛАКЕЛЛА. Ну и можно еще добавить НЮТ. То есть сейчас. МИНОН АЙТИ – ОН ЭЛАКЕЛЛА НЮТ. Следующее слово. НЕ ЗНАЮ. НЕ ЗНАЮ. ЭН ТИЕДА. Тоже вынесено у нас в словаре как отдельное слово. У нас было такое предложение. НЕ ЗНАЮ, как НОВОСТИ по-фински. НЕ ЗНАЮ, как НОВОСТИ по-фински. НЕ ЗНАЮ, как НЕ ЗНАЮ, как НОВОСТИ по-фински. То есть что? МИТА. МИТА. ОН. Но в данном учебнике у нас было как news, то есть с английского языка мы там переводим. News. Вот. Me down news. И по-фински. Suomaxi. Может быть не очень удачный пример, но зато он прямо из учебника Suomaxi-1. Entieda. Me down news. Suomaxi. Вы можете вместо news поставлять любое другое слово, и тогда это очень полезная фраза. Как? Какое-то слово, любое называете, по-фински. И финн вам ответит. Следующая фраза. Не понимаю. En umara. En umara. И давайте переведем. Не понимаю, что ты говоришь. En umara. К сожалению, в начале вашего пути по финскому языку эта фраза может вам пригодиться и не раз. En umara. МИТА. 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 СИНА. И говоришь. САНОТ. МИТА. 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 Электроника. Elokuu. Amerikkalaiset turistit tulevat Suomeen elokuussa. Olen syntynyt elokuussa. Minun syntymäpäivä on elokuussa. Eläkkeellä. Minun äiti on eläkkeellä nyt. En tiedä. En tiedä, mitä on news Suomeksi. En ümmära. En ümmära, mitä siinä sanot. Nyt. Minun syntymäpäivä. Minun syntymäpäivä. Minun syntymäpäivä. Minun syntymäpäivä. Minun syntymäpäivä. Minun syntymäpäivä. Minun slвоit. По-английски Englanniksi A по-фински A это будет van И по-фински suomeksi Следующее слово Англия Или английский язык Они выглядят одинаково Englanti Если с маленькой буквы, то это будет английский язык Давайте скажем Мне не нравится английский язык Мне не нравится Мина Энпида Английский язык Englanti Гландин келеста Мина энпида Englanti Гландин келеста Следующее слово Первый Энсиммайнен Энсиммайнен У нас в учебнике Приведён первый этаж Энсиммайнен Керрос Энсиммайнен Керрос Давайте скажем Наша квартира на первом этаже Наша квартира Мейдан Асунто Он Глагол обязателен На первом этаже Мы снова имеем дело Со словом Номен В основе Оно будет меняться на се Энсимайсеса И тоже Керросеса Слова Слова на ОС Раскрываются на ОКСЕ Когда-нибудь я сделаю вам видео про типы слов И там расскажу, как какой тип слов у нас раскрывается в основе Всего я их вывела 30, но пока не буду вас пугать Итак Мейдан Асунто Он энсиммайнсеса Керросеса Наша квартира на первом этаже Следующее слово Сперва Энсин Энсин Сперва Но, как правило, оно ходит в паре Давайте его так и запишем Ситтен То есть обычно говорят Сначала Потом Или сперва Затем Энсин Феттен И пример сразу переведем Иду сначала в душ, а затем на кухню Мэнэн Сначала Энсин Сначала в душ В душ Суетку И затем на кухню Я ситтен На кухню То есть в кухню Кейтен Мэнэн энсин Суетку Я ситтен Кейтен И еще одно слово А Когда мы спрашиваем А ты А у тебя Нам нужно вот это вот слово А Энта Ой Энта И давайте снова возьмем фразу из самого простого диалога Когда мы спрашиваем Как дела Митакулу Митакулу Это означает Как дела В ответ В ответ мы обычно слышим Хорошо, спасибо Ну это самый стандартный ответ Да Ваа Китос И потом Вежливо спросить А у тебя Энта Синулле Синулле Почему Синулле Потому что Кулу Если переводить дословно Это получается глагол Слышать Что слышно Да Что тебе слышно Но мы переводим это как дела А что слышно Естественно Тебе Поэтому спрашиваем Энта Синулле Митакулу Юва китос Энта Синулле И давайте все повторим Englanniksi Tänään Minä En kirjoита Sinulle Englanniksi Vaa Suomeksi Englanti Minä En Pidä Englannin kielestä Ensimmäinen, ensimmäinen kerros. Meidän asunto on ensimmäisessä kerroksessa. Ensin, sitten. Menen ensin suuhkuun ja sitten keittiöön. Entä? Mitä kuuluu? Hyvä, kiitos. Entä sinulle? Näytän näs roksakonsen. Moi moi minun hyvät ystävät.